всем привет мои хорошие сегодня речь пойдет о моих фаленопсисах в пробковых кашпо горшках в пробковой посадке также групповые посадки я давно не показывала и покажу для разнообразия все это там где это растет так вот такой у меня малыш наконец-то начал пускать корни это фаленопсис эквестрис альбовый какой-то момент замер не очень хотел расти и вот не знаю пересадка на него подействовала или смена немножко режима полива из-за его новой посадки но пошел в рост это моя разы от швёртер как вестрис немножко подскучал после пересадки и теперь все снова жило и прекрасно растет там дальше мэй пинки которые все время диткуются и диткуются ну вот уже вроде бы закончили они свои деткования я себе две детки на цветоносах оставила больше продавать не буду так тут у меня вот такой двойной шикарный пластиковый я от него в восторге это от нейтив мой эквестрис это цирулейная вариация и вот честно он пришел с голой корневой его посадила одна из самых благодарных растюшек наверное у вас во всей моей коллекции очень классно все растит корни растит листья держит в тургоре все ему нипочем замечательный товарищ и вот там вот у меня две цирулейные малышки посажены которые тоже хорошо тронулись в рост так здесь у меня групповая посадка моих фрагранцев но это не так интересно мы не о них сегодня так здесь у меня вот двое это должны быть розовые пилорики но еще не цвели одна совсем малышка вторая уже достаточно приличная куртина и видите корни у них хорошо разрастаются а вот там вот вдалеке цветущий до цветающий pink sip который дал детку на кончике цветоноса и большой густик одинокий не групповая посадка тоже собирается цвести тянет цветонос ну там меня очень радует и это у нас полинопсис эквестрис а я тут дописала что у него светло розовые цветы и розовая губа это в общем-то один из тех эквестрисов которых я купила несколько в швертере я не все процвели по-разному но у них есть еще одна особенность так как в каждое их цветение они меняют свое местоположение у меня то у них каждый раз цветы разные поэтому посмотрим как процветет в этом году насколько яркий будет цветок вот так они у меня здесь все живут ну уж ладно расскажу там у меня сидит еще с яркими листьями это стюартиана и он она как вкусно тянет свой корешочек понравилась и такая посадка извините потянула спину тебе немножко неудобно двигаться хорошая посадка правда к ней надо приноровиться в моих условиях она сработала мне нравится также у меня здесь сидит это гибрид эквестриса и пульхеримы выпало выпало у меня название точно purple jam это purple jam прекрасная штучка и немножко она почему-то у меня решила подгулять я так и не поняла что и было не так честно говоря ну вот начала она киснуть и я решила вкинуть и вот в такую посадку и его она как замечательно активизировалась пошла в рост так что все супер так немножко мешают лампы будет сейчас вот так некрасиво но вот у меня здесь букеты букеты я думаю вы их уже видели в роликах посмотрели по эквестрисом если нет посмотрите предыдущие ролики по эквестрисом очень красивые букетики розовые облачка я прям в восторге и в инстаграме тоже и фото и коротенькие видео я тоже выкладывала так тут я отвлеклась не сказала это недавно полученные розея на фрагран секвестрисы и вот без камеры вижу с камерой немножко сложновато надо угол найти начали расти корешки запускать а вот это мой жирафчик это вот такой эквестрис от шайнинг 88 57 герой прямого эфира в инстаграме который прошел так и он тоже растит корешки не будет опускать их субстрат вот такая прелесть вот так растут кто спрашивал еще раз повторюсь у меня вот светоотражающая штучка в моей тепличке висит она конечно классно отражает свет но минус в том что она и тепло отражает поэтому тут стало гораздо пожарче вот но работает два вентилятора не знаю слышно вам через микрофон как они шумят или микрофон их глушит но они все время здесь работают и вообще у меня работает только вот эта лампа вот эту лампу я когда доставила конечно результаты да но жарко стало так что как будто прибавка света не стоит тех мучений с жарой которые она приносит поэтому я их сейчас не включаю включила для съемки чтобы не было розовой картинки было более приятного взгляда вот так вот и вы тут вот выше у меня тоже растут эквест рис и так вот такие у меня здесь поля и гигрометр с термометром лежат так но у меня здесь уже давно открыто все утро так показывая значит 28 термометр а гигрометр показывает 60 при том что с утра этот это тепличка абсолютно открытая с поднятой дверцы но влажность держится все равно неплох даже при работающих вентиляторах и включены дополнительные лампе вот такие прелести тоже с детками тоже есть групповые посадки двойные не есть шикарный гибридик линдени эквестрис эквестрис целебенсис очень жду его цветения лист просто шикарный вот такой сегодня небольшой обзорчик показала своих маленького кусочка эквестрисных угодий вот и показала групповые посадки кстати хочу сказать что вот две групповые посадки у меня очень активно росли и потом в какой-то момент легли поспать и вот теперь снова проснулись но я вот сейчас смотрю мне надо их все-таки расставить опять отдельно потому что вот здесь вот почему-то гораздо дольше корни остаются влажными чем вот в той та посадка уже сухая а это смотрите еще влажно еще корни зеленые даже он видно корешки не корешки кора мокрая хотя в этой посадке даже лавовый камень встречается но вот та просыхает быстрее и как-то надо их тогда расставить чтобы не было так что или одна пересыхает или одна всегда залитая но об этом я буду думать на этом сегодня все всем огромное спасибо за просмотр всем солнечных дней пышных цветений пока пока пока